День с толком Барнаулу еще расти и расти. Почему эксперты за высотное строительство? Инфантильность против инфляции, грамотно распоряжаться деньгами, теперь учат и в детских садах края. Теперь и здесь за проезд передаем первые итоги отказа от кондукторов в барнаульских трамваях. Каков потолок для высотной застройки и почему для Барнаула она настолько важна? По инициативе мэрии за круглым столом встретились все стороны от застройщиков до общественников, чтобы обсудить проблемы возведения городских высоток. Что думают эксперты о домах в 25 этажей и можно ли строить их в центре? Поговорили о высоком и сошлись во мнении. Новые небоскребы Барнаулу нужны. Об этом говорили застройщики, чиновники, архитекторы, ресурсовики и с ними согласились даже общественники. Вопросы в деталях и деталях важных. Например, в очередной раз вернулись к проблеме генплана. В свое время мы отдали Питеру, Ленинграду, так скажем, проектировать наш генплан. И так он не приживается, и не идет, и не развивается. Нужен генплан развития, нужна своя группа в городе, которая будет постоянно этим заниматься. И архитекторы согласились. Генплан нужно прорабатывать и корректировать силами города. Участники круглого стола даже договорились, что строить высотки можно и в центре. Только вопрос в том, как здание будет вписываться в архитектурный облик. Вокруг нужно обустраивать территорию, озеленять, делать удобные для прогулок и транспортных парковок. Многие новые кварталы, которые появляются в индустриальном районе, по мнению некоторых участников круглого стола, как будто и не были рассчитаны на людей. И это при том, что в Барнауле низкая плотность населения. Плотность Барнаула, количество жителей поделено на площадь, сейчас где-то 1,9 тысяч человек на квадратный километр. Если посмотреть все ведущие города, которые сейчас считаются самыми комфортными для проживания, я посмотрел 100 из списка самых комфортных для проживания городов, везде значительно выше. В 5 раз, в 6 раз плотность выше. Чем шире город, считают эксперты, тем дороже его обслуживать. А в Барнауле земля используется неэффективно. Так что нужно уплотнять застройку, в том числе и за счет высотного строительства. Тем временем, общественники сторонникам этой идеи напоминают – нужно, но только в диалоге с горожанами. Андрей Дреер, Николай Шелко. День с толком. Мы не могли ограничиться только мнением экспертов и общественников по поводу многоэтажного строительства. Поэтому спросили и тех, кто, собственно, будет жить и работать в новых небоскребах. Как вы думаете, нашему городу нужны многоэтажные дома, вот эти новые высотки? Да я не думаю, что в таком количестве. Не думаю. А почему? Где они мешают? Вообще кому они могут мешать? Да я не знаю. Ну вот у нас, допустим, в индустриальном районе, да, вот много высоток этих. Замечаю, людям парковаться негде, машины ставить некуда. Вот самая такая большая распространенная проблема. В центре действительно не так много мест осталось, в которых хочется заселиться. И поэтому из старых домов переехать в новые высотки, мне кажется, очень хорошо. Грубо говоря, вот на соцпроспекте стоит высотка. Партизанская, да, по-моему, соцпроспект? Но мне кажется, она совершенно в архитектуру данной улицы не вписывается. Поэтому возможно где-то вот в спальных районах строить тогда. А центр вообще нуждается в этих высотных домах? Как думаете? Центр вообще нуждается в переделке, потому что, ну, тут и какой-то центр, и какая-то деревня. Нужны. У нас красивые дома строят, высотные, оригинальные. Продолжим. Первый российский регион накануне заявил об отмене масочного режима. Этим регионом стала Удмуртия. С 12 февраля в республике масочный режим будет носить лишь рекомендательный характер. Справедливости ради надо сказать, что за сутки в Удмуртии зарегистрировали всего один летальный случай в ковидном госпитале. Для сравнения, в Алтайском крае за сутки умерли 16 человек, зараженных коронавирусом. В тяжелом состоянии 354 пациента. К аппаратам ИВЛ подключен 91 человек. Но пандемия выявила в нас и что-то хорошее. Об этом можно сказать на примере одного города. Хотя когда-то про это возможно снимут фильм, сейчас мы лишь фиксируем факты. О том, как весь Заринск объединился для помощи задыхающейся городской больнице. В одной связке оказались врачи, бизнесмены, спортсмены, студенты и школьники. Центральная городская больница Заринска. В марте прошлого года, когда стало понятно, что пандемия коронавируса SARS-2 не минует ни один город, здесь начали готовить инфекционный корпус. Масштабов бедствия тогда еще не понимали. Вирус скоро пришел в Заринск. Система здравоохранения города, как и в целом в стране, едва справлялась. Поступающих было очень много и, скажем, мы поняли, что где-то есть предел. Уже пациенты лежали и в коридорах, в общем-то, ну, не только в палатах, скажем так. Тогда начали все сообщать, всем сообществом думать, что будет дальше, потому что что дальше никто не знал. В министерстве здравоохранения не совсем справлялись, но помогали больнице незамедлительно. Своевременная поставка нужного оборудования в таких масштабах, которые мы получили, это дорогого стоит. То есть нужно ИВЛ, на тебе ИВЛ, нужно мониторы, в тот же день машины направляют, на тебе мониторы. Это дорогого стоит. Но какое милосердие и благородство проявят горожане во время пандемии, до этого момента никто и представить не мог. Для больницы собрали почти 15 миллионов рублей наличными, А еще почти на такую же сумму закупили костюмы, маски, антисептики, рециркуляторы, бактерицидные лампы, мебель, технику. У меня дочь медик учится в медицинском институте, и она вся у нас в семье, эта ситуация на слуху. И поэтому видели тяжелое положение города и решили собрать собрание. Значит, на нем присутствовал главврач, предприниматель, глава города. Директор ООО «Колот» Константин Симонов – один из жертвователей и координаторов помощи заринцев. К сожалению, сам он никогда интервью не дает, и мы обратились к директору по персоналу предприятия. Помогали же кто сколько может, но нужна была определенная сумма, которую нужно было собрать. И была какая-то пауза, пока собирали. И потом Костя, он, опять же, насколько мне известно, не разговаривали с Бракаренко. То есть, сколько не хватает, да? То есть, вот сколько вы сейчас собрали, сколько смогли люди, а я вот добавлю. Добавил около 5 миллионов рублей. И это только деньгами. На помощь медикам пришло все бизнес-сообщества Заринска, а также Заринского и Кытмановского районов. Алтай-Кокс, Заринская гор-электросеть, Торговый дом, Галухинский цемент, СФК, Лесное. И многие другие предприятия и организации, благодаря их помощи, в микрорайоне Сорокино подготовили еще один корпус ковидного госпиталя на случай новой волны. Районную поликлинику обеспечили освещением, техникой, специальной мебелью. В палаты подвели кислород. Так что теперь Заринск готов принять новый удар пандемии. А это клуб армейского рукопашного боя «Крепость». В самые тяжелые дни пандемии старшие воспитанники в прямом смысле взвалили на плечи тяжелую ношу. Они поднимали в палаты баллоны с кислородом. Каждый весит около 90 килограммов. Вот он, центр распределения. Отсюда кислород подается в больницу к аппаратам ИВЛ. Если до пандемии центральная городская использовала до 60 баллонов в месяц, с появлением коронавирусной пневмонии такой объем стал необходим ежесуточно. Рампы перестали справляться с подачей кислорода. Пришлось поднимать баллоны прямо в палаты на второй этаж. Ну, это выматывает просто сильно. Обращались к Панкратию Константину Николаевичу, руководитель единоборств «Крепость». Он с ребятами, включая и сам лично. Раз, наверное, 4-5 участвовали в подаче этих кислородов, баллонов с кислородом. Не в кимоно, а в медицинских комбинезонах, респираторах, защитных очках. Эти ребята носили баллоны. Но тренер говорит, в красной зоне тяжело не физически. Это жесткая, я бы сказал, обстановка в госпитале. Когда заходишь, с одной палаты идешь, баллон таяшь, с одной палаты орут. Со второй, все просят помощи, врача. Ну, это тяжелая обстановка, если честно. В первый раз, наверное, было страшновато даже. Но потом привыкаешь и понимаешь, что это необходимая мера. И никаких сомнений даже не возникает. Уже многие писали о молодых спортсменах. Депутат Госдумы Александр Прокопьев специально приехал в Заринск, чтобы вручить ребятам благодарственные письма и подарки. Я отдельное внимание хотел бы обратить на роль молодежи в этой борьбе. И действительно, самое старшее поколение оказалось самым уязвимым для пандемии. Им требовалось и до сих пор требуется помощь. И здесь на передовую вышли молодые врачи, медсестры, студенты и спортсмены. И это, безусловно, говорит о том, что наше молодое поколение, оно готово брать на себя ответственность даже в условиях, по сути, риска для своей жизни и здоровья. Жители Заринска, с которыми нам удалось поговорить, объясняют волну взаимопомощи как проявление особого локального патриотизма. Пусть пандемия пройдет, а он останется. Андрей Дрейр, Алексей Фризин. День с толком. Жители Ярового высказались о необходимости проведения независимой проверки финансовой деятельности на проблемной ТЭЦ. Активисты намерены направить соответствующий запрос алтайским депутатам. Повод тот же, что и в письме к президенту страны. Регулярные проблемы на теплоцентрали и грядущее повышение тарифов, в том числе на отопление. Большая часть населения города-курорта уже не в силах обеспечивать жизнедеятельность аварийного предприятия. Надо наладить нормальную финансово-хозяйственную деятельность на предприятии. Сделать работу станции небезубыточной. Они пытаются это сделать, но убытки хотят покрыть за счет тарифов на тепло для населения. И это неправильный подход. Это только добьет станцию до конца. В правительстве региона о проблемах Ярового знают давно. Еще в 2020 году рассматривали вариант передачи ТЭЦ в концессию СГК. Но потенциальные инвесторы все еще размышляют. Ведь многое связано и с вопросом, когда придет газ туда. И стоит ли сегодня вкладываться в модернизацию, в серьезную, сотнемиллионную модернизацию этого объекта, если через пять лет по графику синхронизации туда придет голубое топливо и позволит уже через котельную другой экономический эффект получить через газовую котельную. Но победить недоверие жителей Ярового теперь сложно. Ведь им обещали провести газ еще 10 лет назад. По словам активистов, сроки газификации каждый раз меняются. И действительно ли это один из вариантов решения проблемы с отоплением – большой вопрос. Напомним, с 1 июля плата за коммуналку в Яровом вырастет больше, чем на 50%. Трамваи, в которых отказались от кондукторов, за первый месяц года перевезли 30 тысяч барнаульцев. Убрать людей, продающих пассажирам билеты – это эксперимент. Функции кондуктора должен был выполнять водитель. Зачем Горэлектротранс пошел на эту меру? Как относятся к ней пассажиры и сами водители? Выяснял Илья Кочетков. Убажаем пассажиры, вагон идет без кондуктора. Сматривается проезд, производится водителю при выходе. Выход в первые двери. Елена Ватикова – водитель со стажем, а вот кондуктором работать не приходилось до этого момента. Говорит, предложили совместить за процент от выручки. Приспособилась довольно быстро. Я бы не сказала, что совсем трудно. Просто надо считать, что во время движения получается мелочь, подготавливать ее. Но в основном нормально. Совмещают водители по три часа в день, вечером, когда людей в салонах не так много. Правда, на остановках трамваям приходится на пару минут задерживаться. В Горэлектротрансе говорят, перевести часть водителей на совмещенку – мера вынужденная. Штат кондукторов в последние месяцы резко сократился на 44%. Уверяют, причина исключительно в пандемии. Раньше была текучка. Люди уходили, но приходили. Сейчас в зимний период идет только отток у нас кондукторского состава. Непосредственно людей, кто работает на линии с пассажирами, у кого есть риск заразиться. Люди говорят, что им лучше пересидеть этот период дома. Сколько таких спецвагонов выпускать на линию? Два, как накануне, или шесть, как сегодня. Решения принимаются в ежедневном режиме. По крайней мере, так нам рассказала представитель предприятия. Все зависит от сложившейся ситуации. Если кондукторы увольняются или уходят на больничный, большему числу водителей приходится выполнять их функции. По словам Олеси Черских, самих трамваев меньше не стало, и это уже хорошо. Ведь иначе горожанам пришлось бы стоять на остановках не по 5-10 минут, а по полчаса и дольше. Впрочем, сами пассажиры относятся к нововведению по-разному. Вы знаете, неудобства я не вижу. Только единственное неудобство – это водителю, что ей приходится отвлекаться на пассажиров. А так вполне нормально. В других городах же так же делаются. По времени дольше, разумеется. Но я думаю, самой девочке, наверное, не очень удобно. Во-первых, ей холодно, 100%. Мне сдается. Удобнее было с кондуктором. То есть подошел, оплатил, потом вышел через любую дверь, чем вот так через переднюю выходить. Ну, а так… Ну, я только второй раз так езжу, поэтому это, может быть, привыкно. А некоторые всерьез опасаются, что привыкнут, причем на предприятии тоже. И в перспективе таких вагонов без кондукторов станет еще больше. Женщины, такие немолодые, 50 лет и плюс, работали, были социально защищены. Сейчас все будут сокращены. Нельзя этого допустить. Пусть дальше работают, трудятся. Говорят, наоборот, из-за того, что мало кто ведет… Ну, надо повышать зарплату и все, чтобы они работали. С зарплатой, правда, все непросто. Как нам объяснили в Горэлектротрансе, в пандемию сильно сократился пассажиропоток, а с ним и выручка. Надеются, что ближе к лету пассажиров станет больше. К тому же пожилые кондукторы выйдут с самоизоляции. А пока Елена Ватякова продолжает совершенствовать умение быстро готовить мелочь для сдачи, не отвлекаясь от дороги. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов, День с толком. В Алтайских детских садах воспитанников начали обучать финансовой грамотности. Малышам объясняют, что такое бережливое отношение к деньгам и почему любые ресурсы ограничены. Как с маленькими детьми вообще можно говорить на такие взрослые темы и что об этом думают их родители. Узнавала Ирина Корчагина. Вы играете, а мы поиграем. Мы тоже учим, вы играете. Вы играете всем, дружба победит. Игра не на деньги, но о деньгах. Они еще, к счастью, не знают, что такое ипотека, кредиты, неделя до зарплаты. Они только учатся. Это детский сад, один из первых в крае, в котором начали проводить игры по финансовой грамотности. От какой еды можно отказаться, является ли машина роскошью и что такое настоящая потребность. Специалисты говорят, даже в таком возрасте малыши могут понять, что в этой жизни от чего-то приходится отказываться. Если формировать понятие постепенно, начиная от того, что есть деньги как средство обмена, эти деньги зарабатывают родители, уходят они на работу, постепенно ребенок абсолютно в дошкольном возрасте овладевает понятиями ограниченности ресурсов и тем, что необходимо все-таки делать какой-то осознанный выбор, и иногда приходится от чего-то отказываться. Купить нужную интересную игрушку, может быть даже дорогую, либо пойти в парк отдыха, развлечений или еще куда-то. Дети не только получают важные знания, но и развивают мышление, память. О деньгах здесь говорят без фанатизма. Все обучение финансам проходит в форме игр. Например, во время чтения, рисования. Зачастую взрослые, казалось бы, умные состоявшиеся люди являются абсолютно безграмотными в финансовых вопросах. Когда берут многочисленные кредиты, не понимая полных условий, когда пытаются заработать легкие деньги на бирже и потом прогорают. Пока к программе финансовой грамотности присоединилось всего несколько детских садов, в которых воспитатели прошли курсы повышения квалификации. Остальные учреждения края тоже могут проявить инициативу, чтобы помочь своим маленьким воспитанникам избежать многих ошибок в дальнейшей жизни. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у нас все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Продолжение следует...